Притом их две. Одна ваза маленькая, другая большая. В маленькую вазу мы будем устанавливать в ней ствол дерева, которым мы будем как раз формироваться. Поместится? Обязательно должен поместиться. А отверстие специально выбрано маленькое. А вот вторая ваза, может быть любая, она может быть и прозрачная, может быть и цветная. Какую найдете в следующий раз, когда будете делать? Так, командуйте, что мне делать-то? Сначала я расскажу о материалах, чтобы было все понятно. Тогда вы будете расклеить, а я их буду щупать. Вот это что такое? Давайте. Это паутинка, маленькая тоненькая проволока. Это не золотая, надеюсь? Нет, это медная. А то я не хотел телеканал домашний вводить в дополнительный расход. А вот эта проволока будет у нас самой основной. Из нее мы как раз будем формировать наше дерево. А всем остальным мы будем декорировать уже наше дерево. Давайте формировать и декорировать. Давайте, давайте, приступим. Итак, у нас 4 куска проволоки. Вот, мы их должны вместе скрепить, и чтобы они от нас... Оля, вообще, к вам часто за подарками, давайте делать, я держу, да? Давайте. К вам часто за подобного рода подарками обращаются? Ну, обычно обращаются друзья. Друзья? Да. А вы с них деньги берете, честно? Нет, честно с друзьями нет. С друзьями, поэтому это не выгодно. Давайте повыше. Давайте повыше. Когда друзья обращаются за подарками, как-то ее отказать неудобно. И деньги с них вроде не возьмем. Конечно. Да, понятно. Поэтому друзья и обращаются за подарками. Может, вы закрутите, а я подержу. Хорошо. А может, проще нам положить это все? Ну, попросите. Не стоите без дела. Делайте что-нибудь. Делайте, делайте. Так, до конца закручиваете? До конца закручивается, да. А дальше мы, следующий этап, мы зажимаем их в тиски. Тиски есть? Есть. А вот. Да. У нас все есть. Потому что такие отвертки-то делает. Самые хорошие отвертки. Хорошие, ну да. А, ну да. Да. Понятно. Так, зажимайте. Давайте, я буду крутить тиски, а вы мне будете показывать, чего там зажимать-то у них надо. Сейчас, минуточку, мы немножечко развернем. Немножко выпрямим. В принципе, вот, ну, наверное, не только друзья все-таки обращаются, я надеюсь. Ну, конечно. На что-то жить-то надо? Так, зажимаем, да? И перед праздником наверняка увеличивается количество заказов. Увеличивается. Что хотят? Ну, в основном хотят, конечно же, цветы. Цветы? Да. Но цветы... Металлические вот, там, не знаю, дерево, желание, цвета. Букет цветов. Ну, конечно же, этот букет цветов должен быть необычно оформлен. Не как обычно оформляют у нас во всех наших магазинах, когда мужчины идут мимо метро и покупают. не дайте полискать. Конечно. Плоскогубцы, плоскогубцы. Вот это называется плоскогубцы. Все? Зажали? Зажал. Попробуйте. Нормально? Еще? Можно еще. Я побоялся. Это, в конце концов, дерево. Вдруг не будет. Да нет, ничего. Итак, а теперь дальше. Мы берем один конец. Надо его найти сначала. Это все разматывается, что ли? Размотаем мы потом. А один конец надо его выявить. Сейчас давайте-ка попробуем. Так. Тяни, тяни его на себя. Так, так, так. Ну, замотали. Господи, кто ж такие деревья-то выпускает? А, стоп, стоп. Деревья мы будем выпускать сами. Сейчас начнем, а дальше будет конвейер. Все, остальное оставляем. Взяли? Да. И вот с помощью вот этой проволоки мы начинаем формировать крону. Кого формировать? Крон. Так, дайте я еще затерну. И ствол. Скажите, а кто больше обращается за подарками, мужчины или женщины? Вот за дизайнерские. Женщины обращаются. А кому они обычно дарят? Они не делятся секретами? Ну, как? Что ж такое-то у вас с этим деревом? Говорите, говорите. Потому что вы не зажали. Я не зажал. Конечно же дарят и своим возлюбленным, и друзьям, и братьям, и сестрам, и подругам. И заказывают цветы, естественно. Да, оформление цветов. Да, то есть цветы, она самая такая форма легкая, в общем-то, и доступная. И... Нормально? Вот ненормально. Что ненормально? Это у вас дерево такое, оно будет... Давай сюда попробую закрутить. Ну, попробуйте, давайте. Давайте. Ну, я с удовольствием вам... Так. Ага. Ага. Что? Куда? Куда? Сейчас, 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 я раскручу. Так. Держу. Ниже, ниже, ниже. Так. О. Так. Так, хорошо. Да. А дальше что будет? Дальше что будет? А дальше мы должны крутить проволоку. Вот, посмотрите. У нас... Хорошо. Опять надо раскрутить. Да. Для чего мы будем ее крутить, эту проволоку? Вы... Давайте, я закреплю. А вы расскажите пока, что у нас сейчас. Да. Чтобы сформировать наш ствол. Ствол. Да. Мы ее будем крутить по спирали, виток за витком, друг за дружкой. И таким образом доберемся до кроны. Доберемся до кроны, а потом что? А потом будем делать в крону. Из этих... Так, начинайте вроде. Давайте, только без фанатизма, пожалуйста. Давайте. Так. И это все пойдет вот в эту вазочку. Да, это все пойдет вот в эту вазочку. Аккуратнее. Я затянул, конечно, все может выскочать. А вот это что такое? Это как мы все это будем использовать? А этим мы будем... Когда дерево будет готово, мы будем декорировать его вот этими бусинами. Это могут быть любые старые бусы, взятые у вашей жены. У моей жены все новые бусы, не надо. Не надо. Ну тогда придется купить их на башенном рынке. Это с каждым вот так вот надо будет делать? Нет. С каждой веточкой? Вот сейчас мы одну веточку. Слушай, а это что за перец здесь? А этим это цветной песок. Мы его специально подобрали таких весенних цветов. Вот он и есть и желтый, и нежно-зеленый. Чтобы наши цвета олицетворяли весну. Кого олицетворили? Весну. Песок. Песок олицетворяет весну. Нет. Цвет песка олицетворяет весну. Может, сами покручу? Так, я хочу... Ну, давайте я покручу. Ну, конечно. Да, хорошо. Хорошо. У вас это лучше получается. Вот мне нравится, например. Мне очень нравится смотреть, как вы работаете. Зато вы можете сказать, что вы принимали непосредственное участие в его искусстве. Весне. Так. Нет. Слушайте, вы знаете, у нас есть уже звонок, между прочим, от нашего зрителя. У нас на экране отображается номер телефона. У нас есть звонок от зрителя. Уважаемый зритель, мы слушаем вас внимательно. Здравствуйте. Здравствуйте. Чуть громче говорите, пожалуйста. Вам звонит Виктория. Виктория, откуда вы звоните? Из города Балашихи. Из Балашихи. Из Балашихи. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть на экране. Спасибо. А Олю вам неприятно, разве, видеть на экране? Очень приятно девушку. Она так, между прочим, растеряна. Вы немножечко ее сбиваете. Вот вопросы по своим. Ничего себе, я собьешь. Слушайте, у меня... Она хочет что-то рассказать, и вы прям ее сбиваете. Сбиваете, не помогаетесь. Так. Меня интересует вот такой вот вопрос. Вы в канун 8 марта своим дорогим, близким, семейным, всем женщинам, всем близким, своим, там, дочам, вот здесь, мама, или кто... Дарите подарки, приобретая в магазинах или самостоятельно изобретаете что-нибудь? Я? Да. Это вопрос мне или Оле? Ну, наверное... Ну, наверное, мне вопрос. Вы знаете, до последнего времени я, собственно, покупал подарки в магазинах. Вот до нынешнего 8 марта. Один раз я попытался что-то сделать своими руками. Это было, когда мне было лет 11, наверное. Я тогда ездил в пионерлагерь, и там по образцу старших ребят отпилил кусочек дерева, срез, полировал его наждаком, даже лаком покрыл. Провертел там дырочку, повесил на ниточку, вот маме подарила. Маме очень нравилось. Вот такой, знаете, фактурный кусочек дерева играл он. Значит, у вас есть. Кулончик такой. Мне это очень понравилось. У вас есть способности, значит? Есть способности? Да. Да. Хорошо, с вашей помощью я надеюсь их развить. А, Оля, я сейчас вас на некоторое время оставлю. Хорошо. Меня ждут гости. Трудитесь, пожалуйста, не забывайте меня. Я под занавес беседы с гостями все-таки к вам еще вернусь. Обязательно. Спасибо. Пока Оля продолжает трудиться, я бы хотел представить наших гостей в студии программы «Полезный день» на телеканале ведущей Татьяна Мужицкая, психолог, и Павел Иванов, просто прекрасный молодой человек. Мы говорим о том, что мы начнем разбирать ситуацию. Вот сложная ситуация, когда муж и жена работают вместе, и он начальник, она подчиненная. И целый сон, проблем, которые накапливаются на работе, они могут выплеснуться вечером за вечерним чаем, предположим. Но прежде чем мы начнем разбирать эту ситуацию, я хотел бы, чтобы мы познакомились с мнением прохожих прямо на улицах. Корреспондент наш взял несколько интервью. Давайте посмотрим. Любовь подразумевает общение. Вместе в кино, под ручку в магазин, с семьей на прогулку. Почему бы жене и мужу не ходить вдвоем и на работу? Хочется много времени проводить вместе, а дома потом уже они просто друг другу неинтересны. Могут отношения зайти просто в тупик. Субтитры сделал DimaTorzok